Водителю агентства приватизации не везет уже второй раз. В прошлый понедельник ему не хватило времени, чтобы высказаться. В этот не было кворума. Вместо 12 членов комиссии по расследованию продажи банка Цитаделлы на заседание в парламент к 11 утра явились всего 6. Председателя Гуннера Кутриса никто о своем отсутствии не предупреждал. Ждали-ждали, затем стали звонить прогульщикам. Рома Ольц-Ражукс набрал парадникса, но тот был недоступен. Очень возмущался таким поведением коллег и Мартин Шбондарс. Это не серьезно, что третьей комиссией подряд начинается заседание и нет кворума. Ну или тогда мы все относимся к этой работе, как к работе, которую нужно сделать и закончить. Или тогда закрываем комиссию и фактически процесс завершается. Кворум или присутствие на заседании больше половины депутатов необходим, чтобы комиссия могла принять решение. Депутаты решили, что просто выслушают приглашенного. Как и в прошлый раз, журналистов попросили удалиться. Факты сделки по продаже банка государство пока еще держит в секрете. Однако из недавнего интервью премьер-министра, которое она дала нашему каналу, уже можно сделать вывод, что в сделке превалировали не только экономические интересы. Я считаю, что это было правильное решение, поскольку мы должны, мы говорили о монополии, мы должны разнообразить наш, также банковский сектор. Сейчас у нас основные два направления, это Скандинавия и российские инвесторы. И сейчас есть третье направление, это очень бизнесмен мирового класса из США. И у нас очень важно также, чтобы были связи с США. Могло ли правительство ради этих связей продать банк по невыгодной для государства цене? Бывший начальник агентства приватизации на этот вопрос не дал ответа. Однако всем известно, что Ансис Спридзанс отказался подписывать договор и ушел со своего поста. Наша задача была работать над этим процессом и смотреть на него с экономической точки зрения. Что касается работы комиссии, то на следующее заседание парламентарии решили вызвать юриста госканцелярии, который тоже дал свое заключение для сделки по продаже банка. Но вот как быть с посещением депутатов? Я сообщу фракциям, что конкретные депутаты уже, ну, какие отношения к комиссиям, у меня нет другого принудительного механизма, как только инфирмировать. И, конечно, будем обсудить с самими депутатами, в какое другое время можно, потому что очень нагруженность большая. Сегодня кворум обеспечил Карлис Креслинч. Представитель нацблока прибежал после заседания комиссии по расследованию трагедии в Золитуде. Возможно, что комиссию по цитаделлу перенесут на четверг. Напомним, что за посещение комиссий парламентариям больше не доплачивают.